Всем привет, друзья! Всем доброго времени суток! Меня всё так же зовут Герман Классико, и сегодня будет не совсем обычный ролик для моего канала. Я просто захотел порадовать одного из игроков Амкала, но не просто дать ему возможность купить всё, что он захочет, а именно дать возможность выиграть у меня в челлендже те вещи, которые он захочет. Короче, у нас сейчас будет скоро тренировка, но я предлагаю перед тренировкой устроить тебе небольшой челлендж. Знаешь же, что очень популярный формат, что школьник выберет, что купит и так далее. Почему именно Саня Фифа, спросите меня вы? Во-первых, он один из самых молодых игроков в моей команде, причём у него нет контактов с каким-либо брендом, но он всегда давал предпочтение именно Адидасу. Вопрос следующий, Nike или Адидас? Адидас. У меня, кстати, тоже Адидас. Отдельный респект за то, что он всего себя отдаёт Амкалу. Он, в принципе, говорит часто о том, что этот проект изменил его жизнь, а у него на ноге появилась татуировка с логотипом нашей команды. Более достойного человека на подобный челлендж я просто не мог придумать, поэтому, Сань, короче, очень приятно. Вот такой расход. А, то есть ты готов? Без лишних слов. Давай, надо пробовать, раз есть возможность. 30 тысяч? Да, 30 тысяч в 10 минут. Всё, супер. Поехали. Так. Нужна женская обувь. Женская обувь? Сань, зачем ты? Я хочу маме купить беговые ботинки. Нет, секунду, секунду, секунду. Какой ты размер на бене? Слушай, пожалуйста, скажи. Всё, спасибо. 40? Да, да, 40. Всё, спасибо. Отлично. Сколько времени, гер? Главное, не прогадать с выбора. Чувак, это правда. Так, нет, ладно, надо ускорить темп, поэтому, Виталя, начинай бегать, давай. Ну чё? Блин, я, наверное, просто возьму новые джогеры и всё. Без выпендрёжа. Ты уже взял две пары кроссовок? Так, ладно, я пошёл бегать. Пошёл бегать и успею. Да, Виталя, давай с ним. Точно, я хочу майку. Ёпта. Просто чувак приходит в баскет. Я возьму майку. Вот такой вот баскетбольный выбор, мне особенно приятно. Давайте сделаем так, если под этим роликом вы наберёте 100 тысяч лайков, то в этот магазин попадёт один из вас. Точно такой же челлендж, у вас тоже будет 10 минут. Мы встретимся у магаза и вы попытаетесь выиграть у меня любые вещи, которые вы только захотите. Слушай, ну, Саня пока прям активничает, активничает. У него, правда, остаётся совсем чуть-чуть, буквально там полторы-две минутки. Естественно, в Adidas огромный выбор бутс из нового пэка, есть прям на любой вкус и цвет. Но, опять же, Саня FIFA не интересует, потому что он игроком Кала, и ему и так Adidas выдал эти бутсы. Всё, так, вот это беру. Так, очень крутой камуфляжный синий этот. И возьму ещё такую тропочку, и всё. Можно на розыгрыш, пацанам своего подписчика? Это ровно 10 минут. Давай покажем всё, что у нас есть, всё, что ты отобрал. Ну, я уверен, смотри, я уверен в мяче, уверен в ботинках для мамы, в джоггерах, уверен вот в этой штуке. Так. А почему так много? Не подумайте, что я жадный. Я понимаю, что у меня есть 30 тысяч, ну, просто слишком сложный выбор. И я решил реально набрать и на кассе уже отобрать. Ну, я уверен, что мне не хватит 100%, но то, что я возьму, это точно ботинки для мамы, а там уже сейчас будем думать. Вообще, изначально я запланировал, что у Сани будет ровно 30 тысяч рублей и 10 минут. Но при этом Саня так сильно растерялся, он бегал по магазину, боялся что-то пропустить. И особое впечатление на меня произвёл тот факт, что в первую очередь он подумал не о себе, а о маме. Ну, и в конечном итоге, когда нам пересчитали все вещи, вот прям целую кучу вообще всего того, что он набрал, у нас вышло 53 тысячи рублей. Давайте сделаем красиво и вот прямо округлим с 30 до полтинника и в итоге оформляем покупку на 50 тысяч. Я понимаю, что мне надо отработать ещё, да, но спасибо тебе просто за возможность, за возможность уже спасибо. Я понимаю, что надо отработать ещё. Что за челленджи такие, за которые Саня может забрать всё, что он выбирал на 50 тысяч? Тут всё очень просто, у него будет всего 10 заданий за выполнению половину, в которых он сможет забрать вот всё, что он набрал. Ну, а если он справляется с четырьмя и менее, то... И все ждут в конце такой хэпи-энд, он забьёт. И как будет смешно, если он забьёт 4, а не 5. Я уверен в этом, ребята, вы даже не надеетесь, что будет хэпи-энд, это же Саня Пифа. Чтобы не быть голословным, 49-190. Плюс майка Пагбы, ещё пятёр. Да, даже ещё божим. Короче, рассказывай ситуацию. Мы с Саней набрали на 55 тысяч рублей шмоток в Адике, просто всё. И если он забивает 5 и более, тогда Саня всё это имеет право взять себе, всё это его на всю жизнь. Назови, пожалуйста, перечень заданий. Можно его выбирать? Нет, пенальти, чувак. С пенальти начинаешь. Удачи тебе. По-хорошему, надо просто выключить нервы все свои. Но их настолько много, ещё от того, что Герман всем рассказывает, и все уже в курсе, что происходит. Фуума! Саня, я тебя спасу. Это более чем ожидаемо. Я даже ничего говорить не хочу. Саня, давай я за твою маму. Это просто, я вижу в его глазах вот это. И самое, знаете, мы ещё накалили обстановку, мы рассказали всем ребятам. Выпит один на один, чувак. Ну всё, Тём. Я вам показываю, один на один выпит. Ну, типа, я могу понять, что сейчас чувствует Саня, и типа, в пенальти это вроде как изи очко, но в итоге остаётся 9 челленджей, и следующий челлендж – это выход один на один. Ну, Саня сейчас не будет рисковать. Смотри, вот я вот с вероятностью 80% скажу, что на выходе один на один будет бить меня под опорную ногу. Ну, то есть это самый простой способ решить выход один на один. Давайте посмотрим. Скорее всего, под левую. Мне нечего сказать. Я ни в коем случае не загоняйся, пожалуйста. Я безумно за тебя переживаю, в плане того, что… Меня напрягают подпелы души, которые начинают просто обсирать. Всё, давай, я готов. Я коснулся этого спорта! Я предлагаю взять тайм-аут, чувак. Как пизду, не, я не буду брать тайм-аут. Ну, давай, хочешь добивать дальше? Ну, давай, да. Не, нихуя не смешно, мне реально неприятно. Ну, по факту. Ну, да. Ну, бля, мужик, ну, конечно. Как у вас с техникой, Александр? Никак. У нас такое упражнение было на тренировке. Сейчас мы делаем коротенькую, низенькую передачу. Ничего сложного, абсолютно. Вот у тебя мяч. Надо перебороть нервы, ну, потому что, типа… Меня напрягают парни, ну, честно, типа, как-то не особо приятно. Ну, типа, окей. Ну, это просто накаляет. Белло, белло, белло. Тащит, намокей. За четыре челленджа это первый балл. Да. Потому что был лонгшот, был пенальти, был выход 1 на 1. С передачей мы справились. Теперь мы проверяем технику вводения мяча индивидуально. Пока мы шли сюда, Саня сказал, что он может начеканить сотку. Здесь задание гораздо проще. Оно, кстати, от подписчика. Это 50 раз начеканить мяч. Поехали? Раз, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 21, 22, 23, 24, 25. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Хорошо. Сань, ну, это для тебя легкая прогулка. Серьезно, я думал, что будет гораздо опаснее. Ну, мне главное, чтобы, понимаешь, опять же, фактор нервов. Ну, я сейчас без эмоций, не хочу тратить лишние эмоции. И следующий челлендж, опять же, на технику, это прием мяча. Мы сейчас тебе нарисуем квадрат из фишек. И у тебя будет вот такая передача верхом. Тебе нужно будет сохранить мяч так, в два касания, максимум в два, чтобы мяч не выскочил за квадрат. Хорошо. Готовы? Все? Готов? Ну, я предлагаю сыграть на нервы. Это вообще должно было быть в конце, на самом, типа, эпичном моменте. Но я думаю, что когда, как не сейчас, с точки вверхом в пустые ворота. Одна попытка. Ребят, дайте мне то же самое, но без, опять же, вот этого напряжения в виде ребят, которые сидят, в виде вещей. Я все сделаю. Но у меня реально сейчас сердце херачит сильно, потому что я уже предвещаю комментарии, что вы тут будете писать, что вот, блядь, Саня, ничего не может. Я могу, на играх я показываю, что я могу, но вот в таких условиях реально экстрим. Ну, попробуйте встать на мое место, приходите к Герману, 100 тысяч лайков собирайте и поймете, каково это на самом деле, пацаны. Это реально, ну, нелегко. Окей, откуда? Ну, пацаны, мне кажется, я так уже много чего сказал. Надо успокоиться, нервы за пределами. Просто собирай с мыслями, пацаны, не знаю. У тебя новая задача, это, получается, седьмой челлендж, да? Или восьмой? Восьмой челлендж. Восьмой челлендж. Нужно попасть в перекладину. Лицо, лицо, лицо! Саня, Саня, это Гарри Кладина, я тебя поздравляю, это четвертый балл. Спасибо. Четвертый балл, у тебя остается целых два челленджа на то, чтобы один всего исполнить правильно. У меня сейчас в флешбеке, как я не забил пенальти. Да, серьезно, забей ты пенальти, забей выход, что-нибудь одно, и ты уже сейчас с вещами стоял бы с полными. Мы поиграем в угловые. Мы поиграем в победы. У тебя подача углового, тебе надо закрутить ворот. Витош, я предлагаю тебе стоять вот прям на линии. А мяч, можешь касаться земли? Да. Мы договаривались, что будет сложно, и поэтому ровно с нулевого угла у Сани. Да ладно, да ладно! Саня, это пустя, боже мой. Какой-то лучший. Не забить в пенальти, но с нулевого угла, а с первого раза попасть. В пенальти сто процентов надо забивать, и я умею это делать. Вот, и выхода, в принципе, тоже надо было делать, но нервы. Вот эти вещи, которые он набрал, сумму вы, собственно, и так видели, что там конкретно лежит, вы тоже, по-моему, видели. Ну или Саня сейчас вам самые топовые вещи покажет. Сань, я тебя поздравляю. Спасибо. Все это тебе остается навсегда, это супер, правда, это супер. Люди хотят видеть только одну вещь, покажи кроссовки для мамы. Кроссовки для мамы, конечно, беговые, смотри, какие классные. Потом, через полгода, жду маму на канале Нечай, будем нюхать ее кроссовки. Пацаны, давайте поздравим Саню. Саня, ты красавчик. Опять же, от себя могу сказать, меня дико сбивали слова пацанов вначале, когда у меня не получалось что-то, это прям дикая дизмораль пошла, но главное перебороть себя, вот, и со всем справиться. Друзья, как я уже сказал, 100 тысяч лайков, и тем человеком, который находится здесь, можете оказаться именно вы, и я этого человека выберу случайно из Инстаграма, так что обязательно подписывайтесь, ссылка в описании. Кстати, розыгрыш футболки в моей инсте закончился, вот сейчас вы видите рандомного победителя, мы его поздравляем, футболку я ему отправлю. Ну, а если вы лайки наберете и захотите подписчика увидеть в этой рубрике, то выберу я его из лайкнувших последнее фото в моей инсте. Погнали! Подписывайтесь на канал Александр Андреев, ссылка есть внизу в описании, да на все каналы ссылки есть внизу. Друзья, обязательно подпишитесь, поддержите, ну а с вами был Герман, замечательный Евгений Спириков, который чуть не лишил тебя всех вещей абсолютно. Обращайся, обязательно лишу тебя. Джефф, Ромарой, Нечай, Клен, все супер классные, всем спасибо, всем пока. Я доволен тем, что получилось. Я, опять же, безумно благодарен Герману, но в таких штуках принимать участие, ребята, это просто минус нервы, серьезно вам говорю. Опять же, накидайте сюда кучу лайков, и кто-то из вас придет и на себе это все почувствует. Это реально очень жестко. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! ПОДПИСЬ! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok